Почти 60% дорожного полотна России не соответствует нормам. При этом 27% российских дорог работают в режиме повышенной загруженности. Раньше трассы строились под значительно меньшие нагрузки и совсем другую интенсивность движения. По прогнозу чиновников Росавтодора понадобится не меньше пяти лет, чтобы привести все дороги в нормативное состояние. Ремонт и строительство дорог уже ведется на важных и стратегических участках страны, социально-экономически значимых с интенсивным движением. На трассе М7, которая соединяет центр России с Уралом и Сибирью, идут масштабные работы. Ольга Григорьева проехалась по строительным объектам и изучила, как идет реконструкция. Дорожная техника на трассе М7 уже привычное явление. Местонахождение очередного отряда в Ядринском районе. На трехкилометровом отрезке строители Чувашавтодора реконструируют дорожное полотно. В прошлом году организация выиграла генеральный подряд сразу на двух участках трассы, в том числе и на этом. Местность здесь, говорят, сложная. Дорога была второй категории, участок лесной, болотистый участок. В итоге здесь каждый пауткий период, это имеется в виду весенний-осенний период, пучины были, асфальт и бетон ломался, трудности были по содержанию этого участка. Дорога сильно устала и отстала от жизни. Она не рассчитана на сильные нагрузки и интенсивные движения, существенно выросшие в последние годы. Здесь проезжают почти 30 тысяч автомобилей в сутки и все больше и больше автопоездов. При таких нагрузках дорожная одежда сильно истрепалась, а технология, по которой ее строили, значительно устарела. Все эти недостатки предстояло исправить. Участок трассы фактически отстраивался заново. Строители укладывали дорогу, словно выпекали слоеный пирог. Постелающий слой сделали. На него положили сетку армирующую, которая не дает движению щебня по песку или проваливанию, чтобы провалился вниз, скажем, втаптываться в песок. Это двухслойное щебеночное основание гранитного щебня. Дальше идет у нас, так называемое в народе, черный щебень, щебень, обработанный битумом. На него укладывается, дальше видим, верхний слой щебеночного основания и нижний слой асфальтобетонного покрытия. Дорога будет в четыре полосы. Проезжая часть расширится с 7 метров до 15, плюс барьерное ограждение, которое разделит потоки. По задумке это должно сделать движение безопаснее. Известно, что летальный исход случается, как правило, при лобовых столкновениях. Дорожники собираются сдать объект с опережением, чего ждут автолюбители. Понятно, что ремонт и пробки порой доводят до нервного срыва, но гораздо хуже, когда дороги плохие. Уличный скоростной поток, если будет в каждую сторону как минимум по две, по три полосы, пропускаемость дороги будет больше. По всей России так, а то участками там где-то есть, где-то нет дороги. Работа у дорожников непочатый край. Ремонт ведется и на другом важном направлении, где такой же серьезный грузопоток. На трассе А-151, Цивирск-Ульяновск. Вместе с тем, Чувашавтодор занят и на федеральной дороге Вятка. Начинается она в Чебоксарах и соединяет между собой административные центры регионов России. Чебоксары, Ешкар-Ала, Киров, Сыктывкар. Строители реконструируют 9-километровый отрезок. Дорожное полотно здесь в дефектах, колейность и трещины. Основание выравнивается и уже на ровное основание укладываем ровный слой асфальтобетона. Поэтому слой получается ровный и дорога уже без продольной, поперечной уклонной соответствует требованиям СНИПов. Технологии и материалы подобраны так, чтобы дорога служила дольше. На участке укрепляются и обочины. А опробовать обновленную дорогу водители смогут уже скоро. Дорожники планируют закончить этот объект к августу. Ольга Григорьева, Александр Петров, Республика.